В Московской области проходит перезагрузка смотра конкурса парки Подмосковья. Об этом сообщила министр культуры Оксана Косарева на семинаре по развитию рекреационных зон и парковых территорий, участие в котором, наряду с депутатским корпусом региона, местными главами и общественными деятелями принял участие губернатор Московской области Андрей Воробьев. Приведение зон отдыха к единому стандарту – задача не из простых, и в этом вопросе большая роль отводится муниципалитетам. В Одинцовском районе ведется плановая работа по благоустройству парков и развитию рекреационных зон. Парки – это, прежде всего, лес, который нам передается в муниципальные учреждения безвозмездно, и, соответственно, доступ в лес не ограничен. Пользуются нашим парком все жители, но параллельно с этим есть запрос на какие-то уникальные вещи, на тренировки, на занятия йогой, на пункты проката, общепита. Вот эту дополнительную доходную часть каждому парку очень бы хотелось увидеть, потому что за счет этих денежных средств, во-первых, можно снизить значительную нагрузку на бюджет, но и появляется фонд для дальнейшего развития. Одинцовский парк культуры, спорта и отдыха – визитная карточка района. За последние два года он претерпел существенные изменения. Из обычной лыжероллерной трассы превратился в полноценное место отдыха и занятий спортом для всей семьи. Освещенная трасса, прокат оборудования, уютное кафе, мастер-классы и спортивные секции – все это доступно и удобно, а главное в одном месте. Не так давно в парке открылась комната матери и ребенка – обязательный пункт регионального стандарта. Запрос жителей и запрос очень большой на то, чтобы были комнаты матери и ребенка. Обращаю отдельно на это внимание, потому что если нет возможности выделить отдельное помещение, то пеленальный столик можно оборудовать в туалетном модуле. Сейчас это делает, например, парк елочки. Детская площадка – это очень важный элемент парка, потому что, как правило, парки – это место отдыха семей с детьми. Детская площадка должна в любом случае отвечать стандартам ГОСТа по безопасности, но может быть оформлена в любом стилистическом решении под концепцию парка. Обязательными элементами являются игровое оборудование, противоскользящее покрытие, освещение, озеленение и обязательно информация о возрастной категории, для кого площадка предусмотрена, о безопасности на площадке. Из 82 парков культуры и отдыха в Подмосковье только 9 попадают в так называемую «зеленую зону», где соблюдены все нормы регионального стандарта. 63 стремятся к совершенству, 10 пока в аутсайдерах. Губернатор Андрей Воробьев с особым вниманием обращался к представителям территорий, главы которых только приступают к развитию парковых зон. Ведь места отдыха должны соответствовать запросам жителей и в то же время быть современными и инвестиционно привлекательными. Мы, как депутаты, при формировании следующего бюджета будем просить и работать с министерством и правительством с тем, чтобы расширить эту программу, увеличить финансирование на развитие именно паркового пространства на территории Московской области и продолжить эту работу. По итогам семинара его участниками было принято решение осуществлять депутатский контроль за работами по созданию и благоустройству парков культуры и отдыха, организовывать выездные проверки, а к 1 августа подготовить дорожную карту благоустройства с учетом региональных стандартов. Мария Плипольская, Станислав Трифонов, телекомпания Одинцова.